Обсуждение проходило в фойе Щелковского районного культурного комплекса. Темой выступления были вопросы государственной политики в сфере межнациональных отношений и формы взаимодействия власти и национально-культурных автономий. Практически в каждом муниципалитете созданы в администрации подразделения, которые осуществляют взаимодействие с национально-культурной автономией. Очень важна, я считаю, работа, которую проводит Щелковский район в этом направлении. На Щелковской земле уже издомно развиваются побратимские отношения с городами и территориями как из ближнего и дальнего зарубежья, так и из национальных образований России. Так, например, подписан договор о сотрудничестве с одним из районов Татарстана. В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Нижнекамского района Татарстана, которая приняла участие в праздновании Дня Щелковского муниципального района и города Щелкова. Такие встречи, несомненно, закладывают прочную основу не только для культурного, но и экономического обмена. На круглом столе о взаимодействии национальных культур в школах и детских садах говорили представители образовательных учреждений из соседних муниципалитетов, из Дубны и Королева. Главный пацан достаточно сильно заменяется. Приезжают люди, в семьи, везут свою культуру, свои устои и очень важна диалог культур, а диалог именно тогда, когда возникает общение. Для участников круглого стола сотрудники Щелковской художественной галереи подготовили экспозицию картин художников Подмосковья. О том, что художественная интеллигенция в округе находит точки взаимодействия и взаимопрониктовения разных национальных культур, говорил директор галереи Александр Беглов. У нас все строится на том, что мы получили в советское время успеха, в том, что национальности должны лежать в мире, в дружбе. И все проекты, которые мы делаем, они, безусловно, оцеплены на объединении людей. Круглый стол завершился интересным для всех его участников представлением. В Малом зале районного культурного комплекса была показана авторская программа поэта и композитора Стаса Бакаева «Сююмбике» – театрализованная постановка, рассказывающая о судьбе правительницы Казанского ханства. В ней прозвучали классическая музыка татарских композиторов, национальные татарские песни и пляски. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».